Девочки, всем привет! Видите, какая я красивая? Я убиралась. Я поэтому не люблю на камеру убираться, потому что я в итоге вот такая вот вся красивая, все с меня течет. Сейчас пойду в душ. Сегодня понедельник, день тяжелый. Я параллельно работала, половина... Параллельно полы мыла. Вот. А сейчас, кстати, покажу. Ну, я правда открыла. Курьер кое-что привез с китайского сайта. Ну, с Ньючик. Вот. Для Вики. Покажу вам. Но первым делом я схожу в душ. Я просто хотела показать, девчонки, что это не особо красиво. Плюс я вот в этом вот платье, да? Это же не ночнушка у меня, а это платье. Это все кверх попой. Не особо красиво. Ну, чтобы вы понимали, почему я это не снимаю, потому что многие говорят, снимаем уборку, ты меня мотивируешь. Но у меня еще остались там кое-какие дела. Ну, такие по мелочам. Да дофига, короче, по мелочам. По мелочам их очень много. Но такое, что нужно обязательно сделать. Ну, не оставлять. Я так не оставляю. Поэтому я пошла в душ и встретимся с вами позже. Ой, сил нет. Сил нет. Обычно вот даже сейчас вот рука трясется. Вот вы, вот так же выглядите, девочки? Или всегда при параде убираетесь? Хотя я знаю, знаете что? Как его называют? Даже в волосах шевелится все. Как его называют-то? Вот когда встанешь, накрасишься, все такое красивое, ну, убираешься и настроение повышается, хочется убираться. На самом деле, да, это работает. Вот. И я много раз это делала. И... Ну, не на камеру, а вообще. На камеру, мне кажется, все не... не красивое. Когда убираюсь. Вот. Но делала, делала. Знаете как? Настроение действительно повышается. Ну, хочется, чтобы тебя увидели, блин. И хочется выйти куда-нибудь. Ну, это было раньше, до того, как я Ютуб начала вести. На самом деле, так. Надо опять брать это в привычку. И хочется это делать. Так что, может быть, завтра... Сегодня не получится ничего расхламлять, потому что мне надо сейчас кое-что вот доделать. А сегодня же мне к Насте на ногти ехать. Вот. И... Обычно я как? Делаю что-то, ставлю на монтаж. Ну, я продолжаю делать. А тут я уеду, поэтому ничего мне не получится. Ладно, девочки, пошла я в душ, а то, короче... Или типа пусть чешется тот, кому... Вернее, пусть муется тот, кому чесаться лень. Все. Давайте. До встречи. Все, девочки, я помылась. Мне с легким паром. Слушайте, у меня стресс. У меня в лампе, вот, на штативе лампа. То ли лампа перегорела, то ли что-то сломалось. У меня такое уже было, но там переходник, Леша, сказал, что-то сломался. Он его сразу же сделал. Тут я, короче, ну, еще ему не показывала. Теперь по этому потемке. Здесь до сих пор одной лампочки нет. Да там, потому что дофига лампочек нет, надо с цветом заниматься. Все, руки не доходят. Слушайте, хотела, знаете, что вам показать? Вот, фаберликовская вот такая вот штука. Не обязательно ее, она не бюджетная. Это тоник для лица. И вот знаете, как удобно. Вот она у меня закончится, я буду туда, если... Ну, не буду ей, допустим, ну, она мне нравится. Это витаминный тоник. Буду переливать чистую линию, да, я... Или 100 рецептов красоты... Чистая линия. Нет, есть немножко, подождите. 100 рецептов красоты вот этот вот мне нравится. Вот. Ну, как обычно, я не добила и начала, но мне нравится вот этот вот. Расход прям хороший. Ну, небольшой. Я уже давно пользуюсь. Это если на ватный диск наносить, то будет больше расход. Если, соответственно, просто в руку, как я вот люблю, да, налила в руку, и вот так вот. Все равно больше расход. А вот так вот прям удобно. Я потом эту штуку сниму. Ну, вот эту этикетку. Не этикетку. Ну, в общем, вы поняли, девочки. Вот. И очень-очень хорошо. Вот. Крем Фиберлик для глаз. Омолаживающий. Не помню, какая-то. Это вторая серия. Я забыла, какой. Он восстанавливающий, по-моему. Я говорила, что не буду пользоваться. Мне девушка написала, что девчонки, не помню по имену, простите уж меня, написала, что, Оксан, третью линию возьми. Он лифтинг. Вот прям замечали. Ну, лифтинг-то, наверное, я замечу. Но у меня, знаете, что лежит? У меня гарниер. Два комплекта крема. Для глаз и для лица лежат. Я сама купила. И Лиза мне в том году на Новый год привезла. Один у меня открытый в холодильнике, другой у меня убранный. Вот. И мне как бы вроде и те нравится, хочется пользоваться. Но, с другой стороны, может быть, дать шанс Фиберликовскому этому. Но он, блин, не бюджетный. Он там получается что-то на 1600, что ли. Как-то не знаю. Вот. Поэтому посмотрим. Брови надо накрасить. Наверное, сегодня вечером. Потому что завтра эти очки заказывать. Хоть чтобы, ну, немножко мне их видно было. А то их вообще уже не видно стало. Так что вот, девочки. А, вот. Сейчас покажу, что пришло для Вики. Это кофта пришла. Такая толстовочка. Ее сняли с производства. И мне вообще написали, что, короче, не придет. Пришло. Ну, и хорошо. Вика будет рада. Я потому что ей говорила. Я ей говорила. Ну, я ей не показывала, что да как. Но говорила, что с жирафом заказала. Вот. Ну, девочки. До того она пришла. Вы, слушайте, простите. Да, я в ночнушке. А почему я в ночнушке? Потому что, ну, блин, когда из души выходишь распаренная, да, такая влажная, мне проще вот так. Я сейчас переоденусь. Ну, вот. Да, и обои у нас до сих пор не поклеены. Ну, а то сами напишите, будто бы я не знаю, короче. Как так можно жить? Можно, девчонки? Раздражает меня. Раздражает это все. Вот. Ну, ну что? Понервничаю. Ладно. Если сюда не смотреть, то нормально. В общей сложности. Я вообще хочу есть уже сильно. Вот. А я хочу жареных яиц. Сегодня ужин не буду готовить. На ужин. Ничего. Потому что Федя просил пельмени. Потом Арсений его подхватил. Тоже пельмени не просил. А сегодня как нельзя. Обстоятельства складываются так, что... Ну, не. Я, конечно, могу сейчас в темпе вальс приготовить, но придется разогревать. Пельмени сегодня будут. Мы покупаем пельмени в дубках. Вот магазин дубки. Там есть желтенькие такие пельмени. Они, по-моему, не помню, с каким мясом. Были вкусные одно время, потом испортились. А есть еще другие. Сы, 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 сы. Рубленые, по-моему. Тоже нормальные такие, нежные. Они... Портится продукция. Вот прям портится. Я предъявила, конечно, это все. Но от смены еще зависит. Может быть, на не на ту смену попадали. И волосы я сейчас сушить тоже не буду. Феном. Ну, а что сегодня? Если я поеду... Если меня Леша не отвезет, я просто на время смотрю. Если меня Леша не отвезет к Насте, я все равно пойду в маршрутке в капюшоне. Вот. Пусть сохнут так. Вот так. Так. Вот так. Это я... Здесь упаковка была другая. То, что я сейчас положила в полотенце. Сейчас я его повешу. А мне еще белье надо повесить. Вот. И просто... Клиль надо узнать, как она себя чувствует, чтобы подстричься, подстричься. Все. В конце уже все пообломали, все сухие стали. Я немножечко бальзам наношу на кончики. Но это, знаете, что... Простите, что не к вам, но у меня тут зеркало. Мне так удобнее будет перед зеркалом. Вот. Что у нас? Мороз. У нас мороз. И солнце. День чудесный. Сейчас прям солнышко куда-то зашло, но уже, может быть, темнеет. Прямо вот так вот. Выбуду я там ничего делать. Ничего укладывать. Кстати, стала чаще мыть расчески. Девчонки, вы часто моете расчески? Потому что я прям... Я же этим сухим шампунем стала пользоваться. Потом, знаете, чем? У меня... Где оно? Скажите мне, здесь тоже надо разобраться, потому что... Варежки, перчатки, шапки, шапки, еще лесные, кепки. Вот. Вот такая вот штука есть. Это, Иван, на кончики. Не хочу ее сейчас наносить. Заполнитель. Заполнитель кончиков. Сыворотка. Вот, блин, господи, бардак. Ну, да мне бардак. Просто Леша туда положил. Вчера пилил доски для стола. Ай, знаете, какие? Чтобы в детской комнате боковины, вот я говорила. Он пилил их, кромил, потом мы уже пылесосили. И он сюда положил, я так понимаю, вот запчасти от этого всего. И вот этот пакет создает здесь бардак. Ну, ладно, пусть лежит, а то потом... И вот еще фурнитура. И вчера к нам приехали друзья. В общем, у нас есть друзья, они живут в городе, но, блин, в конце города. Я вообще никак не хотела бы жить в том районе, но им очень нравится тот район. Говорит, ко всему привыкаюсь, все хорошо. Но район хороший сам по себе, там чистый и лес и все. Сейчас скажу. Пустышбор. Вот, кто Ивановский. И они вчера на Авито ездили, забирали сапоги. Сама девушка заказывает. Я не знаю, она меня смотрит, не смотрит. Мало ли, я не спрашивала разрешения. Вот. Ну, Лариса, короче, ее зовут. Наверняка не смотрит. Иногда смотрит. Вот. Наверное. Потому что, говорила, видела. Заказывала сапоги на Авито, вот приезжали в наш район на Ташкемску забирать. Но дело в том, что на Авито это не бушные сапоги, а многие продают через Авито, вот как интернет-магазины, только через Авито. И вот Леша тоже, я говорила, что любит на Авито сразу посмотреть, потому что, ну, чтобы в магазин не идти, а здесь пару пар, ну, съездил, допустим, померил пару пар, и все, как бы, если понравилось. И цены. Не надо ни за что платить, ни за аренду, ни за что. Ну, как бы, вот так вот. Все, девчонки, пойдемте-ка мы с вами, знаете, что сделаем. А, сейчас я вам кофту покажу. Поедим что-нибудь. Хочу, знаете, что хочу чай попить и яйца пожарить. Придумала новый ракурс. Не знаю. Блин, надо чайник. Маки образуются вообще очень-очень быстро. Девочки, прям, ну, я не знаю. Ну, раз в неделю я стабильно его чищу, посмотрите. Вот, вообще он грязный, надо помыть, по идее. Я сейчас, прямо сейчас это и сделаю, быстренько. Так, где у меня лимонная кислота? Кто мне скажет? Вот, лимонная кислота, лимонная кислота. Потому что пакетик новый открыла. Блин, банка, банка осталась на даче, вот от этой крышки. А вам вообще видно? Что-нибудь, что-нибудь вам видно? Где-то у меня лимонная кислота. Я не знаю, получится нам съездить на дачу или не получится. Банку забрать и еще кое-что отвезти. Как мне сказать, скажите? Вот, чайник надо помыть. У нас, видите, крышка, сломалась крышка. Вот эта вот штука, кнопка, стала западать, и крышка постепенно сломалась. Ну, сама никто ее не ломал, ничего. Но, в общем, чайник работает. Это, кстати, мне даже жалко будет его выбросить. Это мне Оля дарила. Оля, тебе привет, дорогая. Вот, я кладу, девочки, чайную ложку. Чайную. И этого достаточно. Раньше я ложила один пакетик целый. Это 80 грамм, ну, 25 грамм, наверное, пакетик или сколько. Я стала одну ложку класть, и все нормально. Не, потом пол пакетиком стала проверять. А потом думала, смысл целый пакетик-то класть, если оно и так все работает. Поэтому я не вижу смысла. Убираю ее подальше. Ну, малые мальчишки будут готовить. Они любят тут доставать все и готовить. Поэтому... Блин, прям хочу есть, слушайка. Прям хочу. Сейчас я воды намерю. Вот, и воды наливаю. Ну, когда как. Когда побольше, когда поменьше. Но целый чайник не наливаю. И, девочки, знаете что? Я потом еще раз не кипячу. Это лимонная кислота. Это как бы, как это называется? Продукт питания. Поэтому я что делаю? Ставлю. Закипела. Ну, я не знаю. Даже, по-моему, не стоит у меня. Когда как. Вот сейчас не будет стоять, потому что я сильно есть хочу. Может, постоит. Сполоснула. Вот, ну, нормально сполоснула. И все. И пользуемся чайником. Вот. Смотрите, хотела... Пока он не зашипел чайник. Хотела показать косточку с ее чип. Вот взяла ее. Думаю, сейчас забуду показать. А мне ее надо будет сразу убрать к Вике в ящик. Он в этом. Че? Зип-пакетик. Вот. Смотрите, какой. Вот такая вот толстовочка. Такая. С жирафиком. Скажите, красивая. Вот. Я взяла специальность на 44 размер, чтобы оверсайз был. Чтобы уж... Ну, во-первых, я боялась ошибиться, но я знаю ее размер. Она мне писала как-то. А я говорю, давай мне... Чтобы они у меня были. Вот. Я думаю, что будет все хорошо. И она обрадуется. Здесь флиз прям такой мягенький. Но кофточка достаточно тонкая. Она не толстая прям, чтобы сильно сказать. Ну, в общем, я думаю, что для разнообразия прям будет самое то, да? Вот. Что здесь, шуметь что ли он будет теперь? Пойдемте уберем ящик к ней. И заодно кровать застелим у мальчишек. У мальчишек кровать застелим, сказала я. А сама не застелила. А знаете, почему не застелила? Я когда встаю, сразу застилаю. Но дело в том, что ириска лежала. Ириска спала. Я бы могла ее согнать. Ну, мне как бы не жалко. Но она бы... Кто давно меня смотрит, знает, что она мне не дала бы застелить. Сейчас она в шкафу можно будет застелить. Вот. Лешина одежда висит. Я вчера стирала. Моя одежда. Но, девочки, если это Лешина, рабочая одежда. Если будут сейчас вопросы, что носки и вот это все по отдельности стирала. Естественно. Так, это у меня здесь. Это я полы мыла. Ну, мне надо было куда-то поставить. Это я понаходила. Вы понимаете, да? А я вообще вот, чтобы вы видели, как я иду, девчонки. Вы видите, как я иду? Вообще, мне так нравится наша квартира. Вот, честное слово. Прямо каждый уголок. Я вот мыла сегодня, аж плакать хочется. Вот, что у меня здесь происходит. А, что у меня происходит? В общем-то, ничего. Все нормально. Вчера Арсений здесь все убрал. Все сам убирал. Ну, потом Федя взял что-то. Это Арсений психанул. Начал на него орать. Ну, что Федя что-то сделал. Я не видела, что. Ну, в общем, началась какая-то там потасовка. И в итоге Арсений что-то там не доубирал. Говорит, видите, корзина почти пустая. В общем, там мягкие игрушки только. Кегли. Вот в эту штуку поставил вот сюда. Я говорю, зачем ты сюда поставил? Он говорит, ну, ты же сказала, чтобы только мягкие игрушки в этой корзине лежали. Вот они игрушки поменяли. Видите, эти карандаши здесь валяются. И я говорю, пусть. Зачем здесь нагромождать? Ну, пирамидка пусть, ладно, стоит. Мольберта надо убрать в кладовку. А ящик виден вот в этой тумбочке во второй. Во второй, во втором ящике. У нее здесь все лежит. Я все ей тут... Смотрите, вот ее не было. Вот мы к ней ездили в Лен, можно было, по идее, отвезти. Вот что я тупанула. А, с другой стороны, она бы не стала мерить и ничего бы не показала. Поэтому пусть здесь лежит. И тоже мне там надо кое-что расхламить у нее. Я периодически это делаю, а она говорит, надо, надо. Но я вижу, что она это даже не пользуется этим. Поэтому думаю, надо расхламить. Вот. Почему я застилаю кровать, в принципе, уже с середины дня? Потому что они, когда приходят, они лежат на кроватях, там либо телефоны смотрят. Так, это носки. Могут одевать, могут не одевать, потому что раскрываются. А Сеня-то без носков спит. А Федя, как правило, в носках. Так, жарко, жарко, но он уже так привык, что это никого не напрягает. Вот. И здесь сейчас я, девочки, ничего не поправляю. Я вот прямо так, чтобы лишь бы накрыть пододеяльник, ой, как вот, простынь, я ничего не делаю. Потому что, когда они ложатся спать потом, я все это уже, ну, оно уже все равно простынь там сгрудится. Сгрудится. Есть такое слово, скажите мне? Вот. И я потом уже это поправляю. Перед сном непосредственно. А так я просто вот так вот застилаю. Никакие пледы нам не нужны. Иначе оно будет тоже валяться. Это будет лишний пылесборник. Вот. Вам видно? Видите, зеленая пеленка лежит на кровати. Это, чтобы Федя, когда стучит, ворочается, спинка бывает, ну, прикасается к стене. Если ночью, ну, ладно, мы слышим. Ну, как бы, соседи тоже. Слышимость очень хорошая, кстати. Особенно в этой комнате она пустая. Слышимость очень хорошая. Ну, а так, зато они не на простыне. А Федя вообще не любит переодеваться после сада. Нет, он штаны снимает, труса ходит. Ну, в футболке в садовской. А потом на следующий день идет в новой футболке. А Арсений идет на следующий день в старый. Потому что он все приходит, переодевает и складывает, убирает. А Федя нет. Федя у нас вот такой. Тоже вот вчера приготовили отдать малышу. И помните, у нас шарики есть. Как их называют? Бассейн. Сухой бассейн. Позапрошлом году мы дарили на Новый год мальчишкам. Я договорилась с ними, чтобы отдать малышу. Малышу как раз годик. Ну, они не обеспечены. А нам не надо. Они достают этот бассейн. Две минуты они, короче, там покувыркаются, да, с этими шариками. И все. Никто не убирать не хочет. Он так валяется. Поэтому я с ними договорилась. Ну, прямо я с ними договорилась. Слушайте. А смотрите. На ночь у нас стоит вот эта свеча. Им она так нравится. Вообще, девчонки, мне тоже нравится. Мне тоже нравится. О, она мерцает. Прям очень нравится. Классно. И увлажнитель работает. Вы слышите его? Не слышно. Так что вот так. Ладно, я даже трогать не буду. Потому что, а что я свет включаю? Не надо включать. Видите, как темно. У меня здесь все шторы наполовину занавешены. Так, вот эта мелочевка. Здесь мусор. Мусор сейчас выброшу. Не знаю, эти детальки куда-то надо. Денежка. Вот вы когда находите, девчонки, ну, я не знаю, ой, я свечу-то даже не выключила. Вы когда находите деньги по 10 копеек, по 50 копеек дома, вы что-нибудь с ними делаете? Вернее, что вы с ними делаете? 50 копеек я убираю и 10 копеек убираю. Ну, они так и лежат, и лежат. Ну, иногда бывает надо на проезд. Как я вам рассказывала, да? Как я поехала из фикс-прайса, хотела поехать, а всю сумку перевернула. Я хотела к любому человеку обратиться, сказать, дайте мне, пожалуйста, 23 рубля на проезд, я вам тут же переведу на карту. Ну, потому что, блин, реально, девчонки, у меня не было мелочей. Я вам рассказывала это? Не рассказывала? У меня аж прямо паника началась. Думаю, ну, позорище было бы, если бы я осталась в этом. Скажите мне, где? Ах, господи. В маршрутке, блин, не было бы денег. Вообще было бы стыдно. А мне проехать надо было две остановки. То есть через остановку я уже выхожу. И поэтому, короче, было бы позорище. Ну, нет, я нашла, я наскребла по 50 копеек. Там у меня еще по 10 копеек откуда-то были. Ну, нормально, доехала. Вот, вот так, девчонки, у меня проходят обычно понедельник. Только полы я мою. Вот, допустим, если я видео снимаю в первой половине дня, то полы я мою во второй половине, когда у меня обработка проходит, да, пока видео там усаживается. А вот так вот у меня, вот так всегда. Надо убрать. У меня подписаны подошвы на тапках. Но А и Ф. Ф. А вы знали, девочки, что сейчас эти буквы учат? НИ. А. НИ. М. Н. О. Р. С. Т. А. Ну, наверное, знали, да? Это мне Вера сказала. Я даже об этом не знала. А. Получается. М. Н. В смысле? Девчонки, я вообще этого не понимаю, если честно. Так, я, наверное, сильно. Немного. Слушайте, простынь вообще отвратительная. Я так привыкла сейчас на ногти, блин. Ну, выгибаться уже начинают. Я же говорю, мне, как бы, коррекция-то этой не так важна. Руки не мазала кремом еще. Но они отросли, отросли. Вроде издалека не сильно видно. Еще можно походить. Но все, они у меня... Вот я даже заправляю туда. Ой, сейчас будет картина маслом. Вот так. И у меня все за-за-за-за-за-залезает туда. А это я специально туда делаю, потому что мальчишки прыгать будут. Ну, и оно все равно туда выправится. Вот, простынь, девочки, трикотажные, которые на резинке. Шикарно. На диване, на кровати, я думаю, тоже прям классно. Так, это пусть лежит. Это, не знаю, вам видно, не видно, что я показываю. Феден телефон. Вера привозила телефон. Потому что тот телефон мы выбросили, который она первой дала. Вот. И... Все, красотка. Почти высохла. Который она первой дала телефон. Он не включился. Выбросили его. А она привезла другой. Вот это. А Федя говорит, я не хочу такой. Но она говорит, как там? Я говорю, Федя, Дарья, на мукою зубы не смотрит. Она говорит, там малые игры. А я говорю, так скачай. А я не знаю, почему он не может скачать. Он на мой телефон накачал. Вчера Леша его чистил. Потому что все, он не фурычил. А, девочки. Да. Вот вчера, вчера комментарий. Вы вышло видео. Я не могла писать комментарии. Но у меня есть приложение в телефоне, что я могу сердечки ставить, да, отмечать. Я все комментарии читаю. Не получилось мне отмечать сердечками комментарии. То есть я его ставлю. Выхожу. Ну или это. Сердечко исчезает. Это в приложении. Мне, получается, нужно у компьютера сидеть, чтобы проставлять сердечки. Так что не обессудьте. Я когда отвечаю там с сердечками, это с компьютера. Не знаю, что происходит. Может быть, что-то перезагрузить надо или еще что-то. Не знаю. Так, давайте, наверное, сразу белье повесим. Так, это у меня постельная. Я посушилась вчера. Ну, вчера, сегодня я постирала. Потому что вчера стирала детские вещи. Вот эти вот вещи. Короче, дофига всего. Так, это, получается, мне нужно вот это убрать. Слушайте, что хотела сказать. Холодильник мне надо помыть, по идее. Не знаю, сегодня, не сегодня. Он у меня такой грязный. Вообще, там что-то еще разлилось. Надо помыть. Так, нравятся мне эти ночнушки. Ну, блин, поняли, да? Платья эти. Сейчас все вот это дело уберу в свой резиновый шкаф. Да. А что делать? И, девочки, я вам не пожаловалась еще. У меня цветок умирает. Замиокулькус. Замиокалькус, который я... Пакет надо сложить. Там, кстати, носки даже разные есть. Такие, которые уже один остался. Он все равно на работу их может взять, на работе переодеть. Ну, я ему говорю, так делать. Потому что, говорю, ну, жалко выбрасывать. Вот. Короче, знаете, почему он умирает? Потому что я обрезала у него корни. Да. Я знала, что... Ну, я предполагала, что, наверное, этого делать не нужно. Но я это сделала, девочки. И он у меня желтеет. Вот если, допустим, вот этот, видите, хороший какой? Все с ним нормально. Я его просто перевалку сделала. Ну, и землей заполнила. То вот этот вот... Он, девчонки, все. Вот, нет, я его выбрасывать не буду. Пусть пока... Ну, я сейчас горшок уроню. Растет. Ну, посмотрим, ветки облезут. Значит, облезут. Ну, желтеют все. На каждой ветке желтеют листья. Посмотрю, пойдет, не пойдет. Вот, у меня еще один есть. Маленький, в другом горшке, в спальне, мальчишек. Ну, я тогда уже весной его пересажу. Пересажу. Ну, короче, блин, да. Лох, это судьба. Я предполагала, но... Ладно, посмотрим, до весны пусть стоит. Не знаю, что надо сделать. Рыбки воды долить. Все смотрю, у меня она испаряется. Доливаю их. Испаряется быстро. Поэтому... А сейчас же жарко. Вот, и еще у меня посуда на окне стоит. А потому что я ее не убираю. Это мне надо в шкафу расслабиться. Да, девочки. Вместе с вами. И поэтому... А посуда оттуда. Я думаю, если я сейчас еще ее уберу, потом это доставать. Поэтому вот тарелки с моего дня рождения, они так стоят. Там у меня стоит фаберлик. Сейчас я вам все покажу, девчонки. Господи, думала этот, кувшин падает. Вот тут у меня фаберлик, то что, ну, в подарке. Опять же, это временно. Поэтому если туда в шкаф убирать, убирать. Но там еще и жарко. А, вот, значит, жары-то. Короче, перестала пользоваться кондиционерами для белья. Опять начала. Он у меня есть. То есть я иногда там, когда кофты стираю, кофты, куртки мальчишкам стираю. Ну, мне нравится, когда хорошо пахнет. Вот. Нижнее белье нет. И сейчас вот тоже использую. Знаете, почему? Потому что очень большая сухость. Вот у мальчишек хорошо. А здесь очень сухо. И получается так, что белье складываю не пересушеное. Нет. Я вот сегодня он к вечеру высохнет. Я его сразу же уберу, сложу. Но в шкафу оно, в общем, там полы теплые. Плюс шкаф, у меня складовка граничит. Там же тепло у нас. И, в общем, сильно жарко в шкафу. Реально сильно жарко. Кстати, там у меня аптечка стоит. Вот. Я не приветствую, когда аптечка в кухне, в кухонных шкафах. Потому что все тепло поднимается вверх. Блин, у самой аптечки в кухне. Вообще, я ее планировала вот сюда вот в мой стол. Ну, и там надо разобраться. Девчонкам надо посылки отправить у меня. Там лежит. Складируется пока. Я говорю, это все временно. Вот. Все временно. Нет ничего более временного, да? Более постоянного, чем временное. И я к чему? Белье плохо пахнет. Вот к чему. То есть оно затхлостью пахнет. Потому что сильно пересушивается. То есть я его кладу, оно хорошо пахнет. Нормально там. Или порошком, или даже сейчас фаберликовский. Он тонкий-тонкий аромат имеет. Вот просто на резинке. Обожаю ее. Прям обожаю. И, наверное, сегодня я ее перестелю. Вот. А я ее специально такую нейтральную серенькую заказывала. И, короче, девочки, да. Прямо, фу. Вчера только я достала белье. Ну, застелила. Прямо. Ну, выветривается, конечно. Но мне это не нравится. Так где больше места? Не нравится то, что пахнет. Так что, девочки, я прямо от души рекомендую тоже. У кого нет ростов на резинке, у нас диван. Да, у нас диван. Ну, единственное, что у нас вот эта планка, ну, которая стоит у стены, она снимается. Ну, я и без нее могла засунуть. Мне ленью было снимать, зато я ее тут сняла как-то. Почистила всю. Так-то я пылесошила, а все равно щель вот эта у стены, и это, почистила всю. И плохо поставила на место. То ли плохо, то ли не до конца. Потому что я сначала застелила, это не вчера было, а в прошлое, когда белье меняла. Получается, я застелила, а потом это, и она не до конца. И, Леша, что ты тут делала? Я говорю, я большое дело сделала, реально большое. Потому что я эту штуку перекладину сняла, а вот надо диван отодвинуть, он у нас неподъемный. И надо будет там все проприсосить, ну, помыть, да, перед Новым годом. Вот. Так что вот так что, девочки. Дело, конечно, выше крыши. Завтра, видите, завтра, во-первых, я не люблю заниматься монотонной работой. Вообще не люблю. Вот сейчас я полы помыла, что-то там, тын-тын-тын, вот так. А расхламлять этот шкаф, шкаф этот расхламлять, девочки, мне прям страшно становится. И? Но я буду находить себе разные дела. Полы чистые, то, что я на пол кладу, это ничего страшного. Вон она, красотка вышла. Она не видна. На диван. Ложится. Поела, что ли, девчуля? А вот мама есть, хочет. Сушилка все нормально стоит. Планец скотчем приклеенный. И нормально. Мне тут писали, какая ты жадная, что даже сушилку не можешь купить. Блин, почему жадная? Не понимаю. Если она нормально функционирует, зачем мне еще одна сушилка, если мы ее не убираем? Она у нас всегда стоит. Так, ну а это тогда получается, куда мне это деть? Ну, пусть вот сюда. Позорное полотенце, ну, мое любимое. А знаете, чем любимое? Она у меня обхватывает, вот так. Из-за селька полотенца они меня... Надо больше, у меня нет такого. У меня есть 90 на 70, соответственно, она у меня не обхватит. А если метр... Короче, следующее. Вот у Леши есть такие два. Ну, они меня обхватят. Но они его, серого цвета, его. Поэтому я прямо вот сюда вот сейчас повешу. Больше влажности выделится. Вот, чтобы закрыть сушилку. И все будет хорошо. Это вот мне не нравится. Еле, если ты поела, девчуль? У меня там чайник уже отстоялся. Сейчас посмотрим с вами. Так, надо заварить чай. Чай надо заварить. Правильно? Кофе, кстати, Леша вчера себе так купил. Знаете, какой? Вот такой вообще. Даже пробовать не буду. Я знаю, что он горький. Невкусный. Господи, она открывается вообще. Фу. Вот даже нет желания попробовать его. Хотя не знаю. Новый вкус какой-то. Девочки, напишите, как кофе. Если скажете, нормальный. Мне иногда хочется. Вот особенно, когда он пьет. Вкусно пахнет. Но он пахнет-то, может, вкусно. Но баночка, кстати, пустая моя стоит. Так, а может мне там кофе попить? Ну, там... Подождите. Что мы попьем? У меня же тут осталось. Смотрите, я же вчера не все израсходовала. Наверное, я попью кофе точно. Так. Банку помою и... Блин, кофе попью. Слушайте, я что забыла-то? У меня же чайник. Чайник у меня же. Вон она. Красота какая. Что я сейчас покажу вам? И раковину надо помыть. Завтра помоем раковину. Не хочу я сегодня мыть. Не хочу. Я сегодня так молодец. Смотрите, видите, пол чайной ложки, девчонки. А я вам, ну, показывала, да, ведь перед этим. Вы видели. Все. И чайник надо помыть. Завтра помоем чайник. Я хочу сейчас поесть спокойно. Вот сейчас я его хорошо сполосну. И все. Кстати, раньше уксусом чистила. Одно время. Вернее, периодически. Тут уксус налила. То ли я не тут уксус брала раньше. Просто забыла. Не очистил. Ну, нет, что-то очистила, что-то осталось. Смотрите. Так что, кто расходует целые пакетики, девочки, не надо. Ну, нет смысла вообще никакого в этом. Вот и все. Сейчас в крышку тоже помоем. Завтра, завтра. Вот я здесь у меня... Телефон я посуду вчера мыла. Телефон ставила, смотрела. Вот. Что я хотела сказать. Вот она. Есть хочу. Все. Я когда есть хочу, я вообще ничего не соображаю. Вы как? Вы нормальны? Я вам не рассказывала про этот кувшин. Леша, вино. Вино. Ему надо было процедить через сито или через марлю. Короче, несу через что? Я поставила сюда новый фильтр, а он мне взял сюда вино. А там ни одна капля даже. Я говорю, ты что делаешь-то? И он еще такой приходит, говорит, ни одна капля. Какое вино плотное? По сравнению с водой, да? Ни одна капля нет. И я такая, ааа. А потом думаю... Ну, не думаю. Я зашла на кухню. Такая смотрю, в кувшине вино налито. Я говорю, ты что делаешь-то? Он говорит, ну, я хотела это. Я говорю, а все равно фильтр менять надо. Я говорю, я поменяла фильтр. Обычно это он делал. Я говорю, я что, без рукой, что ли? Ну, что, его ждать? Ну, у нас есть у каждого как бы свои обязанности, да? Допустим, я фильтр куплю, но не поменяю. Я положу, раз я его купила-положила, то ему надо поменять. А тут я, короче... Я говорю, я его поменяла только вот буквально пару дней назад. Ну, в общем... Ну, нормально. Я говорю, реанимирую его. И он все сделал. Он его помыл. Вернее, ну, через него ни одна капля не прошла. Что, надо... Поставить чайник снова. И вообще, я сейчас, наверное, пожарю себе яички. Яички, кстати, мне нравятся. У меня вот тут вот... Смотрите, какой порядок практически. Видно? Практически девочке порядок. Да. Это еще... Вот это я сегодня разогревал в этой сковородке еду с собой. Это крышка от другой сковородки, которая стоит. Я ее туда убрала. Вот она как-то таки мешала. И кастрюльку в кастрюльку. И все замечательно. Вот. Мы с вами сейчас кофе попьем. Ну, точнее, я, наверное, попью одна. Вот такой вот. А! И яйца купила. Представляете? Тоже курица, блин. Курица. Ну, в плане не я курица. Ну, я курица, но не те яйца. Купила яйца в пакете. Не в упаковке, которая у меня всегда стоит нормально, а в пакете. И теперь эти яйца я не знаю, куда девать. А вот если бы вон та баночка с красной крышкой, то у меня бы в ней. Я уже так, ну, практиковала. Ну, сейчас они у меня лежат внизу. В этом. Ну, в выдвижном ящике. Но это очень неудобно. Крайне неудобно. Кстати, кстати, о птичках. Сырки у меня два сырочка еще есть. Да. Все хорошо. Значит, живем. Два яичка, два сырочка. И замечательно. Так, и зашумел чайник, да? Ну, давайте сейчас пока пусть он кипит. Все, чайник закипел. Я пока закипала, тоже убрала эту одежду, Лешину, убрала. Свою одежду. Так, что я хотела? Оба! Позорище. Вам не видно? Ай, вам не видно. Ну, что позоришь? Я вчера вечером мыла пасую. Сейчас здесь порядок навести. Две секунды. Две секунды. Так, где мы здесь? Знаете, что, кстати, о птичках? Сейчас я яйца поставлю. Вот в этой сковородке можно без этого, без масла. Но я чуть-чуть налила маслица. Масло нужно есть. Нужно. Не только жир. Не только шоколадки, углеводы и все такое. Мытые яйца. Я когда их в холодильник убирала, потому что они без пакета там уже. Что хотела сказать девочке? Милые мои девочки. Что хотела сказать? Подождите. А, нож, 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 новый нож. Это... А, подождите. Где она? Овощечистка. Хотела показать вам эту овощечистку. Давай-ка посильней. Кастрюлька у меня чистая. А, вспомнила, что хотела сказать. Овощечистка. Вот эта вот. Нормальная, короче. Она керамическая, нормальная. А вот эта, девочки, она небюджетная. По отзывам очень хорошая. Я так и не поняла, где ее чистить. Нет, то есть я знаю, что есть такие вытянутые, длинненькие. Я их всегда выбрасывала, ну, когда вот покупала. Думала, что это другая. Девчонки, я не понимаю, для чего вот эта штука нужна. Вообще не понимаю. Ну, отвратительная овощечистка. Но мне ее жалко выбросить. Может, Леша приноровится. Потому что вот эту я беру и вот так, ну, поняли, да хоп-хоп-хоп. А вот эта, как работает, я вообще не вкурила. Да. А вот нож, девочки, где он? Вот, который я вам показывала. Это я заказала в Эко-маркет. Хороший. Нож вообще хороший. Во-первых, он острый. Ну, я мальчикам сказала, говорю, этот нож не берите, потому что он сильно острый. На нем даже был наконечник. Вот. Но он удобный для руки и вообще хорошо. Посмотрю, как он будет точиться. Точиться. Ну, вернее, тупиться. Ну, вообще хороший нож. Не знаю, увидите, кто тут. Производитель. Хороший. Ну, что здесь? Здесь очень быстро все. Все очень быстро. Хоп-хоп. Так, а это вот мы все с вами убираем. Да, под окном. Хоп. Хоп. Там у меня как раз эта штука стоит. Для столовых приборов. Я одно время ее использовала под расчески. Не зашла она у меня. Это сковородка Rondel. На ней можно без этого жарить. Без масла. Ну, я говорю, я немножко налила. Но она вот именно вот это вот. Вообще вот это не оттирается. Вообще я и соды кальцинированное кипятила. Вот это вот было сильно... Ну, оно прямо на ощупь, оно гладкое. Прям чистое, гладкое. Вот. Так, так. И кастрюлька у меня чистая, кстати. Кастрюлька. Вот я вчера, девочки, варила суп. Простите. Варила суп вот в этой кастрюльке. На один раз, да. Мне комментарий как раз пришел по поводу рыбы. Консервов рыбных. Сардина-то вот эту, которую я купила. А она в томатном соусе оказалась. А я не знала. Я не читала. А вот девушка, которая написала, говорит. Я хотела тоже, говорит, купить. Потом смотрела, она в томатном соусе не стала покупать. Я как раз, то ли вы, то ли... Как раз, по-моему, ну, надо было мне ее открывать. И я такая глянула в банку. Ну, говорю, сварю маленькую эту. Ну, больная, да. И поэтому, ладно. Нормально. В общем, поели хорошо. И ладно. Для разнообразия нормально. Кастрюлька у меня чистая. Я ее сразу вчера помыла. Видите, я просто на ней телефон смотрела. Так. Что мне нужно сделать? Кофе заварить. Поставки сладкие. Вот. А баночка эта? Баночку эту я оставлю. Надо крышку в ней. Ну, ладно. Банку я оставлю. А крышку я, наверное, мыть не буду. Как-то меня смущает. Картонка. Ну, это, наверное, чтобы не соприкасалась. Блин, не знаю. Ладно. Так. Хорошо. Кофе. Кофе. Будет слабенький, наверное. Ну, я с удовольствием, девочки, попью. Прям с удовольствием. Вот видите, была бы кухня побольше. Я бы вас поставила, вам бы меня было видно. А, я не могу вас никуда поставить. И, наверное, просто поменьше воды налью, да? Да. А то будет. Хотя я сейчас еще разбавляю. Но пока я ем, он остынет. И все, сейчас заменитель положу. А, не хочу заменитель, я хочу сахаром. Я в прошлого сахаром пила, а ничего. Да, девчонки, я поправилась снова. Да. А это все, блин. Это все. Как его называют? Лень. Лень. Расслабилась. Поправилась. Ну, к Новому году худеть я, на самом деле, не вижу никакого смысла. У меня же еще в кармане бумажка. Не вижу никакого смысла, потому что это нервирует свой организм. Ну, и резко худеть. Не, конечно, можно взять себя сейчас в руки, как-то что-то. Но есть ли смысл? Не, конечно, смысл есть всегда. Ну, лучше взять себя в руки и дальше придерживаться. Ну, сейчас я... Ну, короче, я лох. Лох – это судьба. Ну, мне неприятно это говорить, да. Ну, неприятно говорить не то, что я лох, а неприятно вообще осознавать, что я поправилась. На 3 килограмма. Но! Это живот и это щеки у меня. Понимаете? Пока все остальное, джинсы в ляжках, все нормально. Обидно, досадно. Ну, ладно, думаю, прорвемся. Да. Короче. Неприятно, неприятно. Ну, а что делать? Ну, как-то я расслабилась. Я не знаю, как сейчас себя взять в руки. Серьезно. То ли перед весной тогда у меня стимул был, то ли что. А сейчас сижу больше дома, считаете? Ну, не знаю. За лето я не поправлялась. Летом на даче там хоть шашлыки, хоть мы там выпивали, там что-то как-то. А здесь дома уже меньше двигаюсь. Потом я же работала, ходила на работу. Ну, то есть, понимаете, я все равно... А сейчас дома на работу я ни на такую не пойду устраиваться. Ну, когда? А тогда я здесь не буду работать. Мне здесь больше нравится. Во всех отношениях. Ладно. Разберемся, девчонки. Разберемся. Не все сразу. У меня просто мысли немножечко в другом. Вы видите, я эту тему не поднимаю. Ну, как бы, да, я ее решила отпустить. А, да, спрашивали меня насчет, вы что, без риэлтора, это... Кто меня давно смотрит? Девочки знают. Смотрите. На даче, напротив нас, Ирина. Федор у нее сын. Алена, невестка. Лиза, внучка. В общем, Ирина. У нее свое агентство недвижимости. Она, кстати, меня звала. Года два назад работаю туда, к ней. Она говорит, ты сможешь. А я говорю, я знаю, что я смогу. Во-первых, мне это интересно. А во-вторых, я знаю, что я смогу. Ну, я... Зачем? Слышите, зачем? Ну, она своя, да. Я не хочу со своими работать, нет. Вот. Все равно будут какие-то претензии будут. Не надо. Зачем? И, короче говоря, она будет заниматься. Я вчера с ней, кстати, разговаривала. Она меня утешила. Насчет дачи, что говорит, Оксана, никто ничего сносить не будет. Это мне сказала Вера. Да, Вера еще поучит за это. Блин, потому что она говорит, Оксана, земля отмежевана, или как она там называется, в общем, в собственности. Максимум, что могут предложить, выкупить. Но не буду предлагать выкупать, потому что там она назвала технические характеристики, что наше товарищество относится к заводу, а рядом же опять мы в деревне. Ну, короче, это не такой участок, не такое товарищество, которое должно подлежать сносу. Вот. Не знаю, насколько это правда, но посмотрим. Решим. О, блин, говорю, не буду говорить об этом. В общем, хочу, хочу дачу, хочу квартиру, и все. И тема пока закрыта. Мы мониторим, мы смотрим. Я Ире дала... Вот я Ире скинула ссылку на ту квартиру, которая... Мне не нравится, что я вот так вот стою на вас, вот смотрю. Ну, наверное, так хуже, ну ладно, зато рука не трясется. Которую мы не успели посмотреть. Я ей скинула, она говорит, да, очень хороший вариант, там это я говорю, Ир, вот, вот что нам нужно. Она сказала немножко по-другому. И представляете, Брежневка трехкомнатная. Короче, я вам проще скажу. Я знаю, о чем я говорю. У меня много таких квартир увидела. И даже мой бывший молодой человек, у него родная сестра, раньше жила в такой квартире, они сделали перепланировку. Соединили кухню со спальней, именно с самой маленькой комнатой. Ну, чтобы надо, чтобы планировка такая была. И, соответственно, две большие комнаты, они... Одна побольше стала, другая чуть меньше. Стала двухкомнатная. 70 квадратов примерно, получается, квартира. Я безумно, мне тогда очень нравилось. Но она и со мной, кстати, советовалась. Вот. Мне очень нравилась та планировка. Пипец как нравилась. Просто. Я говорила, что я... Если бы у меня так было, я бы тоже так сделала. И вот вы знаете, я когда... Мы же в поисках этой квартиры уже не первый год, да? Вернее, в поисках сейчас первый раз, но мониторим и думаем об этом уже как бы на протяжении нескольких лет. Я все время Леше говорила. Говорю, Леш, я хочу так. Вот, понимаете? Я не понимаю, то ли вот... Не знаю. То есть, я могу, конечно, планы цели большие поставить, да? Кто-то мне написал, у тебя королевские замашки. Да, девочки, и я до сих пор это хочу. Но, с другой стороны, я могу взять... Да дадут мне ипотеку. Дадут. Без справок по двум документам. Да дадут мне ипотеку. Просто будет, короче, процент выше. И, в общем, насчет той квартиры... Я помню, когда я сейчас коляской с Федей гуляла, да. Со мной подружка шла. Я говорю, вот хочу вот такую планировку. Вот прям хочу. Прям хочу. Потому что это все. Это больше не нужно. Это серий с квадратом нам больше не нужно. Потому что как раз у нас Федя, ну, второй ребенок, да, получается. И мы... Она говорит, ну так что, ну в чем? Ну, я говорю, ну сейчас никак. И вот с Федей вчера разговаривала. Она говорит, так сам тебе самый оптимальный вариант в вашем районе купить Брежневку. В вашем районе. Или в районе, вот, который вот по обочине идут дома. Ну, чуть поглубже, может быть. Ну, вот в этих наших пятиэтажках. Это пятиэтажные дома. И сделать вот так-то. Я говорю, Ира, а это моя мечта уже несколько лет, по большому счету. Она говорит, ну и все. И ты, говорит, без ипотеки, без ничего обойдешься спокойно. Вот. Максимум, говорю, за сколько ты продашь свою квартиру? Это миллион восемьсот. Я хотела два миллиона выставлять. Ну, я ей это и сказала. Я говорю, я хотела выставлять два миллиона. И говорю, Ира, я выставлю два миллиона. Посмотрим, что будет. Она говорит, придет к тебе агент наш, ну, ее, да. Пофотографирую. Девчонки, блин, я вот некоторые смотрю фотографии от агентств. Такие отвратительные. Я понимаю, с одной стороны, никогда потолок сфотографирован, дверь или еще что-то. Нет. Ну, вроде бы и видно, но непонятно, чтобы человек зашел, чтобы человек пришел. Она говорит, Оксана, по фотографиям, ну, непонятно. Ну, мне кажется, это специально сделано у агентств. Но мне хочется сфотографировать. Ну, как бы у меня видение-то другое. Вот. И почему-то мне кажется, что я могу ее продать за два миллиона. Могу. Блин, потому что она классная, эта квартира. Вот. Но она говорит, потолок миллион восемьсот. А, ну, плюс материнский капитал. И как раз получается, плюс-минус, вот можно, ну, или подубитую немножечко, да. Я Лешу спросила, говорю, Леш, вот вчера мы как раз тоже с ним разговаривали. Я говорю, ты будешь делать ремонт? Я говорю, ну, ты возьмешь, допустим, две недели отпуска. Ну, какой ремонт? Чтобы всю эту грязь сделать за две недели. Не работать, да, пожить, допустим, на даче. Не работать. Но сделать под поклейку обоев. И потом остановиться, чтобы он отдохнул. Ну, чтобы его сильно не напрягать, чтобы пахать, пахать. Блин, еще на этой квартире. Нет. Он говорит, ну, смотря, насколько надо будет там что ломать. Смотря, что ты там захочешь. А я знаю, что я захочу. И он уже делает такие квартиры. Ну, опять, здесь зависит от дома. От возраста дома. Кирпичный или панельный. Ну, тут много чего. И грязи же больше. Ну, то есть, понимаете. Поэтому, девочки, посмотрим. Не знаю, как будет. Я сейчас угомонилась. Мы квартиры мониторим. Мы смотрим. Вот. Но первым делом мне нужно погасить кредитки. Не все. Не буду я все гасить. У меня... А, я говорила, да, что я историю свою проверяла. У меня там все вообще замечательно. Блин, наболтала, девочки. Простите. В общем, будет одна... Останется одна кредитка. Кредитка, да. Которая Тинькофф банк. Там мы по 7200 платим каждый месяц. Процент не капает. И там все благополучно. То есть, мне Тинькофф не ставил никакого клеймо на меня. Поэтому я даже, ну, не буду заморачиваться. Ну, я не хочу жопу так рвать, понимаете. Я лучше буду какие-то, может быть, деньги откладывать, чтобы добавить. Чем я сейчас буду эту кредитку гасить, которая не имеет сильно значения. То есть, процента там не идет. И, соответственно, если ипотека даже, ну, не одобрят, а вот у меня какие-то, может быть, будут накопления. Копить-то потому, что буду я. Леша же мне деньги отдает. Он себе там что-то оставляет. Ну, что меня не должно волновать. Ну, иногда он у меня просит, когда он не рассчитался своими этими потребностями. Вот. И получается, что... Ну, что получается? Не знаю. Посмотрим, что получится. Буду вас держать в курсе. Я перед вами честна. То есть, вот как бы, как есть. Посмотрим. Посмотрим. Но здесь еще... Знаете, что? Ситуация-то какая. Нам же летом как бы ехать отдыхать. Ну, при хорошем раскладе. Если мы уедем с этой квартиры отдыхать, отдыхать, то кошку будет кормить соседка. Очень хорошая женщина. Она очень любит животных. Все. Ну, как бы, я ей доверяю. А если мы купим квартиру... Кошка живет здесь 14 лет. Если мы купим квартиру в другом месте... Мало того, стресс у нее, что мы переедем. И плюс мы уедем на 10 дней отдыхать, кто там будет... Допустим, я, предположим, я найду, кто будет ее кормить там. Там обстановка другая. И я вот вообще, у меня в голове просто не укладывается. Найду, кто кормить будет. У меня подруг много. Будут по очереди кто-то один... Ну, поездят. Один раз в день помыть туалет. И это нормально. Разберемся. Но, представляете, обстановка будет другая. Это на 10 дней. Нас не будет. Мы на дачу уезжаем на один день. И... Ну, на один день, да. А даже если мы два раза как-то ночевали, Леша приезжал, ее кормил. Ну, мы здесь близко. И как раз Ирина сказала, «Оксан, нафига тебе какие-то другие районы? У тебя дача близко. Ищи вот в этом районе. Не вот конкретно вот в нашем. Ну, можно же в другую сторону. А вот, там дом моды. Чтобы близко до дачи. Зачем тебе через весь город постоянно ездить на дачу? Особенно когда... Она говорит, Ир, ты все прав... Она взрослая женщина. Ей... Ну, взрослая она женщина. Ее сыну 30 лет. Вот. Побольше. Нет, ну, 30, короче. И поэтому я говорю, да, ты права. Я так размышляла, но мне все хотелось немножко... Короче. Как сложатся обстоятельства, так и сложатся. Вот просто за кошку я переживаю. То, что... А оставить соседки? Нет. Ну, бред. И я поэтому не знаю. То ли после отдыха... А если отдых не состоится, потому что будет там опять какие-то проблемы вот эти, да, всемирные. Хрен его знает девчонки. Поэтому вот. Ладно. Надо... Надо заканчивать. Наболтала. Вот, девочки. Чем я сейчас буду питаться? Ну, вкусно. Скажите, это вкусно. Там вот кто поспорит. Да. И хотела вам девчулю показать. Девчулю показать. Вот она лежит, красавица. Про тебя сейчас говорили, да. Ну, как тебя оставить? Никак тебя не оставишь. Никак не оставишь. Ладно, не кусай. Не кусай. Красотка ты моя. Ну, и все, девочки. Буду с вами прощаться. Как тут посмотреть? Куда тут посмотреть? Расходится малость. Все. Спасибо, что были со мной. Всем пока. Пока. Продолжение следует...